Среди телеграфистов и любителей полуавтоматов давно известно, что нет ничего хуже, чем учиться передаче на ненастроенном или плохо настроенном баге. Именно о настройке полуавтоматического телеграфного ключа пойдет речь в этом видео. Но перед тем, как приступить к тонким настройкам бага, хочу отметить распространенное заблуждение, что Double Speed K или Sideswiper, у нас его называли пила, дрыга, якобы появились раньше полуавтоматов, а именно в 1888 году. Первый патент на двойной горизонтальный ключ появился лишь в 1904 году. Печатные издания того времени подтверждают это. Впервые реклама ключа Double Speed K появилась в журнале Journal of the Telegraph 20 ноября 1904 года. А спустя две недели, 1 декабря 1904 года, в Telegraph Age было опубликовано объявление, которое также официально представило такой тип ключей с последующей рекламой. Это уже другая тема и отдельная занимательная история. Но вспомним, что Горосгрилли Мартин еще в июне 1903 года получил патент на свой Autoplex и почти сразу усовершенствовал эту конструкцию до виброплекса. Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно Мартином был произведен революционный переход с вертикального на горизонтальный способ передачи, исключив распространенную проблему срыва руки. В дальнейшем эту идею подхватили и все остальные конструкторы. Именно виброплекс начал диктовать правильную передачу правой рукой в горизонтальной плоскости, где большим пальцем передаются точки, а указательным – тире. Это связано с физиологией, то есть длиной пальцев и их подвижностью. Ведь указательным пальцем на том же вертикальном ключе мы выстукиваем все знаки, а остальными пальцами только придерживаем головку ключа. Было бы странно, если бы в виброплексе тире приходилось формировать большим пальцем. На манипуляторе электронного ключа я учился передавать сам. И так случилось, что интуитивно передача точек тире у меня соответствует передаче на баги. А сейчас приступим к теме, как правильно настроить такой тонкий инструмент, как баг. К примеру, вы приобрели полуавтомат в хорошем состоянии и его не нужно очистить. Поэтому вертикальную ось подвижной системы мы не трогаем. К слову, при чистке и полной разборке бага, а потом последующего сборки, крепежными винтами с торцевыми конусными отверстиями добиваемся свободного вращения оси подвижной системы без существенного люфта. Хотя люфт в любом случае будет, но он должен быть очень мизерный. Серебряные контакты чистим только твердым ластиком. Никаких надфилей и наждачной бумаги. Ослабляем контргайки и немного выкручиваем стопорные винты, с помощью которых мы потом будем настраивать амплитуду колебаний маятника. Также выкручиваем винт на контактной стойке. Кстати, при сборке бага высоту подвижной системы выставляем такой, чтобы контакты были соосны и при полном замыкании были параллельны друг к другу, добиваясь полного касания по всей площади контактной пары. Теперь правым стопорным винтом регулируем исходное положение маятника, при котором конец шпильки маятника должен коснуться демпфера и очень слегка надавливая на него. Затем плавно нажимаем на ручку ключа большим пальцем. Останавливаем колебания маятника. Вращая левый стопорный винт, регулируем расстояние между демпфером и концом маятника. Это расстояние должно быть около 3 мм. Если сделать этот зазор заметно меньше, амплитуда колебаний маятника будет недостаточной для его нормальной работы и точки будут формироваться не совсем четко, но чрезмерный зазор приведет к рваным точкам, а также к сложности перехода между точками и тире. Регулировка пружин сводится лишь к тому, чтобы их усилия было достаточно только для возврата подвижной системы маятника в исходное положение и второй пружины для возврата ручки тире. Либо на ваше усмотрение по тактильным ощущениям. Зазор контактов на тире я выставляю в пределах 1 мм, плюс-минус, но вы можете выставить как вам удобнее при передаче тире. И вот мы переходим к самому интересному этапу настройки точек. Перемещаем грузик в крайнее положение минимальной скорости. Нажимаем большим пальцем на ручку, остановив другой рукой колебания маятника. Вкручивая контактный винт, добиваемся его касания с U-образным контактом. Легким ударом большого пальца приводим маятник в движение. Пробуем подсчитать точки. Их должно быть около 20 до полного затухания колебаний. То есть до полного нажатия U-образной пластины с контактом. Довести настройку точек до совершенства можно с помощью стрелочного тестера. Ставим такой прибор в режим измерения минимального сопротивления. Подключаем щупы к клеммам бага. Запускаем серию точек большим пальцем. Периодически поддерживаем колебания маятника повторяющимися ударами. Вращая винт на контактной стойке, добиваемся среднего положения стрелки тестера. Настройка закончена. Далее предлагаю посмотреть неполную разборку бага и чистку контактов Vibroplex Champion. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...